Курорт в Торке Увиделось доверчивое, прелестное существо, с которым он свяжет свою жизнь. Эшерст представил себе, как ночью он потихоньку выскользнет смиган из дома, и ранний поезд с маленькой станции увезет их в свадебное путешествие, как их поглотит огромный Лондон, где мечты о счастье станут явью. Фрэнк! Эшерст! Откуда ты? На хмуренное лицо Эшерста прояснилось. Навстречу ему улыбались синие глаза на веселом молодом лице. С самого регби не виделись с тобой, старина! Фил, Холидей, какая встреча! Ты что здесь делаешь? Да ничего, просто приехал за деньгами. Я живу на ферме. Ты где завтракаешь? Пойдем завтракать к нам. Я тут со своими сестрицами. И подхваченный ласковой рукой друга, Эшерст пошел за ним. Так они подошли к небольшой группе домов, стоящих над морем. Холидей повел его к своему отелю. Пойдем в мою комнату, там можешь умыться. Завтрак будет мигом готов. Эшерст посмотрел на себя в зеркало. После комнатки на ферме, где он обходился одной гребенкой и двумя рубашками на смену, эта комната со щетками, гребнями, грудой, одеждой показалась ему необычайно роскошной. Он прошел с Холидеем в столовую, и три синеглазые белокурые головки разом обернулись на их шаги. Вот Фрэнк Эшерст, а это мои маленькие сестренки. Две были действительно маленькие, лет 11-10. Третий, высокая и светловолосая, был лет 17. Ее тонкие брови казались темнее волос и слегка поднимались к вискам. Нежную бело-розовую кожу чуть тронуло солнце. Голоса у всех трех были звонкие и веселые, как и у их брата. После жизни на ферме их живой, звонкий, чистый говор, непринужденные и все-таки изысканные манеры показались Эшерста сначала странными, а потом настолько привычными, что сразу отдалили от него все, с чем он только что расстался. Разрешите познакомить вас. Маленьких моих сестер зовут Сабина и Фрида, а меня Стелла. Послушайте, пойдемте с нами ловить креветок, это страшно весело. Боюсь, что мне придется к вечеру уехать. Ой, какая жалость! А разве нельзя задержаться? Ну, останьтесь. А вы, вы далеко умеете плавать? Ну, мили две проплыву. Ого, неужели? И три пары синих глаз, восторженно устремленных на него, вдруг подняли его в собственном мнении. Ощущение было необычайно приятным. Эшерст вообще никогда не замечал, как бежит время. Он ахнул, когда, случайно вынув часы из кармана, увидел, что уже четвертый час. Эшерст обратился к своим новым друзьям. Мне нужно послать телеграмму. В телеграмме он сообщал. Сожалею, задержался на ночь, вернусь завтра. Наверное, Миган поймет, что у него было много дел. Ему стало легче на душе. День был чудесный, теплый. Море спокойно синело. Плавать Эшерст любил до самозабвения. Ему льстило внимание прелестных детей. Радостно было смотреть на них, на стелу, на солнечную улыбку. Все ему казалось слегка нереальным и все же самым естественным на свете. Вечером играли в карты, пока детей не услали спать. Тогда Стелла села за рояль. Эшерст сидел у окна, где было почти темно. И смотрел, как ее светлая головка и гибкая шея, освещенные двумя свечами, склонялись в такт движению руки. Она играла бегло и не особенно выразительно. Но какая это была картина. Золотистые волосы светлым нимбом окружали ее головку. Настоящий ангел. Она играла шумановское «Зачем?». Потом Холидей принес флейту, и очарование было нарушено. В эту ночь Эшерст почти совсем не спал. Он ворочался, думал, передумывал все без конца. Уютная домашняя обстановка, в которую он попал, обаяние этой семьи целиком захватили его. И жизнь на ферме, люди с фермы, все, даже Миган, казалась ему чем-то нереальным. Когда Эшерст проснулся на следующий день, он узнал, что решено поехать поездом до Тотнеса и устроить пикник у замка Берри-Помрой. Все еще напряженно, стараясь позабыть прошлое, Эшерст уселся в экипаж рядом с Холидеем, спиной к лошадям. И вдруг на набережной, почти у самого поворота к вокзалу, у него чуть не выскочилось сердце. Миган. Сама Миган шла по дороге в своей старой юбке и блузе, в синем берете, шла и заглядывала в лица прохожих. Эшерст невольно поднял руку, чтобы закрыть лицо, и сделал вид, будто вынимает соринку из глаза. Но сквозь пальцы он видел ее, видел неуверенную походку, так не похожую на обычный ее легкий шаг, жалобное, недумевающее лицо. Как будто она, словно собачонка, потеряла своего хозяина и не знает, бежать ли вперед или назад, не знает, куда ей броситься. Как могла она прийти сюда? Как удалось ей ускользнуть из дома? На что она надеялась? Эшерст обратился к Холидеям. Простите, я забыл одну вещь. Не ждите меня, я нагоню вас следующим поездом. Он прыгнул, споткнулся, чуть не упал, но сохранил равновесие и пошел по дороге, а экипаж покатил дальше, увозя удивленных и растерянных Холидеев. За углом Эшерст увидел Миган. Она уже шла далеко впереди. Он сначала побежал, потом остановился и пошел обычной своей походкой. Но с каждым шагом, приближавшим его к ней и удалявшим от Холидеев, он шел все медленнее и медленнее. Разве что-нибудь изменится от того, что я увижу ее? Как сделать встречу и последующее объяснение не таким ужасным? Ведь с тех пор, как я встретился с Холидеями, я почувствовал, что никогда не женюсь на Миган. Он просто будет необузданная страсть, тревожная, трудная, полная угрызений совести, а потом, потом надоест ее жертвенность, надоест ее доверчивость и простота, свежая, как утренняя роса. Роса высыхает. Вдруг ему представились спокойные глаза Стеллы, ее светлые пушистые волосы, растрепанные ветром. Останьтесь, прошу вас, на один день. Нет, это будет чистейшим безумием жениться на Миган. Это значит отказаться от всего, что дорого, от Стеллы. А это значит потерять уважение к самому себе. Он вдруг остановился и быстро пошел обратно к вокзалу. Но мысль об этой маленькой растерянной фигурке, об этих испуганных глазах, вглядывающихся в прохожих, как обухом стукнула его по голове, и он снова повернул на набережную. Девушки нигде не было. Больше получаса он искал ее, а потом вышел на берег и бросился ничком в теплый песок. Вернувшись в отель, Эшерст походил по комнате, подержал рабочую корзинку Стеллы, потом подошел к роялю. Вечером Стелла будет играть, а он смотреть на нее, как хорошо, как она мила. Он стоял за роялем, когда она вошла и оглянулась растерянно, чуть разочарованно. Но, увидев его, улыбнулась ясной, живой улыбкой, согревшей его. Вы здесь? Фрэнк, а отчего вы не приехали? Не мог. Посмотрите, какие чудесные поздние фиалки мы нашли. Она протянула ему букетик, Эшерст поднес его к лицу, но как холодной водой окатила его сразу воспоминания об испуганном личике Миган, ищущей его среди прохожих. Очень мило. Куда вы, Фрэнк? Вы... Вы чем-то расстроены? Куда вы бежите от друзей? Может быть, я смогу вам помочь? Он поднялся к себе в комнату, старательно избегая девочек, бежавших по лестнице, и бросился на постель, закрыв лицо руками. Спал он отвратительно, встал совсем рано и вышел из дыму. Он спустился к морю, и там, наедине солнечной, ясной и синевой, ему стало немного легче. Какой он, однако, самодовольный дурак. Отчего он решил, что Миган так близко принимает это к сердцу? Он искупался и быстро пошел домой. Стелла сидела в саду на складном стуле и рисовала. Он тихонько подкрался к ней. Как она была мила вот так, с прилежно наклоненной головкой, прикидывая кистью размеры и хмуря брови. Простите, что я вчера так по-свински себя вел, Стелла. Ну, пустяки. Я поняла, что-то случилось. На друзей нельзя обижаться. Правда? На друзей? А мы с вами друзья, да? Она взглянула на него торопливо, закивала головой, ее зубы снова сверкнули в быстрой улыбке. Через три дня Эшерс вернулся в Лондон вместе с Холидеями. На ферму он не написал ни строчки. Что он мог написать? Вот о чем вспомнил Эшерст в день своей серебряной свадьбы, сидя в зарослях дрока у старой ограды. Здесь, на этом самом месте я впервые увидел Миган на фоне синего неба. Странные бывают совпадения. А что, если пойти к ферме, снова увидит сад и лук? Как хорошо я помню здесь все и сосновую рощицу и холм поросший травой. Вот она. ферма. Низкий каменный дом, тисы у крыльца, цветущие тамариски. Ничто, никто не изменилось. Неужели и вправду прошло 26 лет? Или то был сон? А сейчас я проснулся и снова Миган ждет меня у старой яблони. машинально он тронул сидеющую бороду и вспомнил о своих родах. Он открыл калитку и вошел в сад. Сквозь кусты и траву он пробрался к старой яблони. Все такая же, только больше серо-зеленого мха на стволе, да две-три сухие ветви. А что же сталось здесь со всеми? И вдруг, испугавшись встречи с людьми, боясь, что они исковеркают его воспоминания, Эшерст торопливо пошел по тропинке и вернулся к перекрестку. У автомобиля стоял, опираясь на палку, старый седобородый крестьянин разговаривал с шофером. Он чем-то напоминал Эшерсту пастуха Джима, что пас на ферме коров. Эшерст указал на маленький зеленый холм. Не можете ли вы сказать мне, что это такое? О, это, как говорится, целая история. Мне уж не впервые ее рассказывать. Здесь много людей ходит. Все спрашивают. Мы зовем это место девичья могила. Здесь на могилке всегда лежат цветы. И не так скучно здесь. Добрые люди ездят и ходят, автомобили и всякое такое. Не то, что в старые годы. теперь-то ей не так обидно. Таких, как она, на всем свете не найти. Я ее с детства знал. Работал на ферме у ее тетки. Красивая была, добрая. Что же с ней случилось? Ежели говорить на чистоту, так думаю, что тут любовь замешалась. Не иначе. хоть наверняка никто ничего не знает. Очень я любил эту девочку. По правде сказать, кто ее не любил. Только сердце у нее было любящее. Оттого все и случилось. Дело было весной. В эту же пору. Нет, пожалуй, попозже, когда все цвело. Жил у нас тогда один студент, славный и малый, только ветер в голове. Мне то он понравился, ничего я между ними не примечал, но видать вскружил он девочке голову. он вдруг уехал и больше не возвращался. Это меня и удивило. Он так за вещами и не прислал. Как-то раз я ее и спросил, что с тобой, Мика, ты все о чем-то горюешь. Нет, Джим, ни о чем я не горюю. О чем мне горевать, а у самой слезы так катятся. А чего ж ты плачешь-то, говорю? Она прижала руку к сердцу. Здесь болит. Только ничего. Это скоро пройдет. А дня через два часов шесть вечера гоню телят. Вижу у самой яблони лежит что-то темное. Это была она. Поднял я ее на руки, посмотрел ей в лицо, ну, ну, прям как у ребенка. Спокойный, красивый, просто до того красивая, что сказать нельзя. Уж июнь месяц шел, а она где-то отыскала цвет яблони и воткнула себе волосы. Просто удивительно, что девушки от любви не сделают. сердце у нее было любящее, его и разбили. перед глазами Эшерста встало лицо мигной веткой яблони во влажных ее кудрях. Тоска по ушедшей юности, по любви утеряны на веки по угасшей красоте сжало горло Эшерста. Он поднялся на холм, спустился вниз и там, где никто его не мог увидеть, бросился ничком в траву. Миган, бедная Миган, ждущая его под старой яблоней, миган, не потерявшая и в смерти своей красоты. Вот ты где. Посмотри-ка. Эшерст встал, взял набросок, который протягивала ему Стелла и долго молча смотрел на него. Передний план хорош, правда, Фрэнк? Да. Но чего-то не хватает. Эшерст кивнул головой. Не хватает, да исчез цвет яблони и золота весны. цвет проли. Субтитры создавал DimaTorzok